ЧП в Калиновке девятое по счёту в серии аналогичных происшествий, начиная с 2003 года. До сих пор в статусе взрывоопасных были Донецкая, Запорожская, Луганская и Харьковская области. И в подавляющем большинстве случаев к трагедиям приводила служебная халатность. С началом конфликта на Донбассе в материалах расследований появляется формулировка «диверсия». В нашей подборке история взрывов на военных складах в Украине. 10 октября 2003-го в Бахмуте, тогда он назывался Артёмовск, произошёл пожар на складах 52-й механизированной бригады. На воздух взлетело около 3000 тонн снарядов. Два человека были ранены, осколками повредило более 150 зданий. Следствие выяснило, что пожар возник из-за использования сварочного аппарата. 6 мая 2004 года загорелись склады артиллерийской базы под Новобогдановкой в Запорожской области. Также из-за нарушения правил пожарной безопасности. 5 человек погибли, более 80 получили ранения, пострадали 7 населённых пунктов. Затем пожары возникали в июле 2005-го и в августе 2006-го, в мае 2007-го. В 2007-м погибли два пиротехника. Во всех этих случаях причиной было самовозгорание. 27 августа 2008 года из-за халатности военнослужащих произошёл пожар в Лозовой Харьковской области. На территории 61-го арсенала хранилось 95 тысяч тонн боеприпасов, в том числе тактические ракеты «Луна-М». Практически полностью были разрушены здания воинской части, повреждены школа и жилые дома. 29 октября 2015 года сдетонировали снаряды в Сватово Луганской области. Повреждения получили несколько десятков зданий. Погибли четверо военнослужащих, ещё четверо были ранены. Предполагали, что это диверсия боевиков, но затем следствие установило, пожар возник из-за халатности должностных лиц. 23 марта 2017 года. Пожар в Балаклее на военных складах, где хранились боеприпасы для сил ВСУ. Погибших не было, зато в городе и окрестных сёлах были разрушены десятки домов. Расследование до сих пор не завершено, причины не выяснены. В прошлую пятницу, 22 сентября, из-за поджога сухой травы на полях, загорелся склад возле села Новаянисоль в Донецкой области. Пожарным удалось погасить огонь в течение нескольких часов. Продолжение следует...